Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мне вновь очень приятно обратиться к вам в очередном информационном блоке. Надеюсь, он будет благословением для каждого из нас, потому что поможет нам лучше понять, что же нас ждет впереди. Итак, начнем. Начать хочу, как всегда, с нашего субботнего служения. И вот, к сожалению, должен вас, наверное, чуть-чуть разочаровать. Вчера у нас была встреча Совета Церкви. Мы долго обсуждали ситуацию, которая сейчас сложилась в нашей Церкви. С коронавирусом. Анализируя все, мы видим, что за последнюю неделю больных людей стало только лишь больше. Целыми семействами люди заболели. И, взирая на все это, Совет Церкви единогласно решил, что нам нужно провести еще хотя бы одну субботу наше служение онлайн. Поэтому эта суббота, которая нас ждет, и целая молитвенная неделя, которая, по сути, начинается в нашей Церкви в эту субботу, все эти служения будут онлайн. Субботнее служение утром будет, как обычно, в 10 часов утра, субботняя школа, потом первое молитвенное чтение или вторая часть служения. А второе молитвенное чтение будет уже в эту же субботу в 5 часов вечера. Среди недели, то есть начиная с воскресенья до пятницы, наши служения будут выходить в эфир в 7 часов вечера. Четверг у нас будет выходной. Очень жаль, что таким образом в этом году мы проводим нашу молитвенную неделю, но все же не пропустите эти служения. И я надеюсь, что это будет большим благословением для каждого из нас. Я знаю, у нас были идеи, наверное, просто кто-то об этом подумал, перенести на неделю позже нашу молитвенную неделю. Но мы просто не знаем, а как в дальнейшем будут развиваться обстоятельства, связанные с коронавирусом, поэтому решили ничего не переносить, а просто провести это служение онлайн. Поэтому всех вас приглашаем, не пропускайте наши служения, они будут транслироваться на нашем YouTube-канале, а также на нашем веб-сайте. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас не пропустить эти молитвенные чтения. Также есть информация по поводу Вечери Господней. У нас также возник вопрос, каким же образом лучше все это сделать. И мы пришли к мнению, что лучше все же дать возможность высказаться не только членам совета по этому поводу, а всей общине. Поэтому, дорогие друзья, вот какие у нас есть варианты. У нас есть вариант провести служение в нашем молитвенном доме, но провести его таким образом, как мы это делали уже однажды во время карантина. То есть, все символы будут упакованы отдельно в пакетик для каждого участника. В начале второй части служения при входе вы сможете взять и в коридоре, и уже вместе в зале мы будем проводить наше само служение и принимать символы. Второй же вариант, когда служение будет только лишь онлайн. То есть, среди недели, скорее всего, в четверг вы сможете приехать, взять символы, и каждый дом уже будет принимать их. А мы будем только само служение, а несколько служителей будут проводить это служение из нашего молитвенного дома. Хочу, конечно, сказать, что даже если служение будет в церкви, все равно будет возможность у тех, кто пожелает просто взять символы в четверг, и уже онлайн вместе с нами принять их, когда служение будет в субботу. То есть, по сути, два варианта. Или мы все делаем онлайн, или мы делаем онлайн и в молитвенном доме. Поэтому, пожалуйста, до субботы напишите, что вы думаете по этому поводу. Напишите на мой номер телефона 916-254-8182. Укажите ваше имя и фамилию. Вы говорите лично от себя или от всей вашей семьи. И напишите онлайн или церковь. Это поможет нам понять, какое решение лучше принять по этому поводу. Что ж, друзья, пока что по служению вечерей Господней окончательного решения нет. Об этом мы скажем на следующей неделе в очевидном информационном блоке. А до субботы, прошу вас, напишите, что вы думаете по этому поводу. Еще раз напомню, мой номер телефона 916-254-8182. Это все, что касается объявлений относительно наших служений. Но есть еще молитвенные просьбы, с которыми я хочу к вам сегодня обратиться. Ну, я думаю, что однозначно прошу вас молиться за всех, кто болеет от коронавируса. Но у нас есть, скажем так, особенно сложные случаи. Анатолий и Валентина Жиганов. Они оба находятся в госпитале. Достаточно сложно протекает болезнь коронавируса. Врачи борются за их здоровье, потому что проблемы с дыханием. Такая же ситуация у моего отца. Он уже несколько дней находится в госпитале. Вроде и легкие, чистые. Нет поражения сильного. Но они никак не могут восстановить дыхание. И сатурация плохая. Поэтому, пожалуйста, молитесь за них, чтобы Бог помог им выйти из тех обстоятельств, в которых они сейчас оказались. Ну и молитесь, конечно же, еще раз повторюсь, молитесь за тех, кто тоже болеет, чтобы не было усложнений, чтобы мы все могли выздороветь. И с радостью дальше встречаться в молитвенном доме, прославляя нашего небесного отца. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это послание апостола Павла в Рим, пятая глава с первого по пятой стихи. Павел пишет. Поэтому, получив оправдание и поверим, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу Бога. Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дал. Хотелось бы, чтобы эти слова вселяли в наши сердца надежду, даже если нас окружают трудности и переживания. Потому что ничего не происходит просто так. А как написано в другом месте, все содействует ко благу. Да благословит вас Господь, дорогие мои. И до скорой встречи. Всего наилучшего.